Воспитатель детского сада – это первый учитель, который знакомит ребенка с окружающим миром, а школьный педагог находится с ним на протяжении всего взросления. Поэтому от того, насколько квалифицированными будут работники образовательных учреждений, зависит будущее наших детей. На прошлой неделе в совхозе имени Ленина были подведены итоги районного конкурса, методических разработок и внеклассных мероприятий педагогов, где были представлены самые инновационные проекты по работе с учениками. Подробности далее. С 1 июня и по 30 августа в Ленинском районе проходил конкурс методических разработок и внеклассных занятий. В этом году конкурс впервые включал в себя сразу несколько разнообразных номинаций. Поэтому каждый воспитатель и учитель мог выбрать для себя подходящую. Любой педагог по любому предмету мог найти свою нишу, найти свое место в нашем конкурсе. И не просто найти, а в первую очередь продемонстрировать свой высокий профессионализм. Образование в Ленинском районе находится на высоком уровне. Педагоги – профессионалы высшего класса. Все работы конкурса заслуживали особого внимания. Но на то он и конкурс, чтобы из множества просто хороших проектов отобрать самые лучшие. Благо, нехватки в них не было. У нас действительно в районе, у нас в поселении работают очень творческие воспитатели, учителя, которые делают великолепные проекты, великолепные уроки, воспитывают замечательных, хороших людей. И вот на прошлой неделе в торжественной обстановке детского сада «Замок детства» были подведены итоги кропотливой работы участников. Профессиональное жюри оценило лучшие работы в каждой из номинаций. Победители наградили грамотами, подарками и цветами. Нам не безразлично жизни и здоровье наших детей, нам не безразлично воспитание и, конечно же, образование детей. И то, что это делают люди, которым по жизни это просто дано, большое им за это спасибо. Одними из награжденных стали воспитатели видновского детского сада «Солнышко». Ими было представлено два проекта, но лишь один занял первое место – акция «Аккуратный пешеход. Внимательный водитель». Цель этой акции заключалась в том, чтобы привлечь общественность к проблеме безопасности детей на дорогах. Не останавливаемся на достигнутом. Будем идти вперед в целях сохранения жизни наших детей. Для нас, как педагогов, методические разработки являются самыми важными на сегодняшний момент. Спасибо огромное замку детства, который принял нас в своих стенах и вручил нам такие замечательные букеты цветов. Несмотря на сегодняшнюю морозную погоду, у нас настроение совершенно веселое, солнечное, как наш детский сад «Солнышко». Теперь всем лучшим работам конкурса предстоит оказаться на сайте учебно-методического образовательного центра, чтобы с ними могли ознакомиться другие педагоги и, возможно, применить проекты в своей трудовой деятельности. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видное ТВ.